То есть вы недавно стали блог в Америке? Я просто к разным мастерам была вынуждена ходить. А вы уже красили, да, азиатские волосы? Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин, и сегодня я иду краситься в салон. Как вы знаете, я хочу продолжать ходить в блонде, поэтому мне нужно обесветить корни и затонировать длину, потому что, во-первых, все уже вымылось, во-вторых, волосы становятся сухие после того, как тонировка вообще, в принципе, вымывается с волос. А так как я сейчас нахожусь в своем продолжительном путешествии в Узбекистане, а конкретно в городе Ташкен, как вы знаете, а может, вы не знаете, если не знаете, то подписывайтесь на мой инстаграм, тогда будете в курсе всех новостей. Мне пришлось найти стилисты здесь, так что обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, а теперь погнали в салон. Я уже здесь приготовила деньги, потому что мне предварительно сказали, миллион семьсот, полтора миллиона будет, и вот, посмотрите, какая пачечка денег. Просто мне даже пришлось ее резиночкой скрепить, и ни в какой кошелек вот эта пачечка, она не влезает. Здрасте. Добрый день. Отсюда, да, заходите? Да, да. Смотрю, у вас все закрыто. С какой-то нашли? Ну, вообще-то нет, меня таксист с той стороны привез, а потом я говорю, а где салон? Ну, он так подумал, что, наверное, вдоль дороги. Вы нам звонили по телефону, да? Да, я, по-моему, с вами сразу и общалась, да? Да, да, да. Так, вам надо осветить корни и затонировать волосы под линей. Да, именно в холодный блонд, то, если хотите, я даже фотку вам покажу, какой у меня был предыдущий, пока не вымылся. Хорошо, давайте покажем. Вот так вот меня красили. Отлично. Ну, такой вот именно холодный блонд мне нужен без желтизны. Да, да, хорошо, я понял. Вы сможете это так сделать? Да, смотрите, сперва мы будем осветлять прикорневую зону. Как вообще кожа в голове у вас реагирует на осветление? Ну, вообще, как бы все отлично, у меня всегда осветлялось, кроме одного раза. Один мастер, в общем, меня осветляло таким образом, что у меня прямо в процессе уже кожа начала сжечь. Это на продукт определенный у вас? Видимо, потом она аммиачной краской сразу поверх началась. Это еще сжение, это поражение, да, я понимаю. А так, в принципе, сколько вот я уже в блонде хожу, у меня всегда все нормально, как бы было. Смотрите, я вам сейчас расскажу, какими красителями я буду работать. Я буду осветлять порошком матри. Там уже встроена защита, и связи внутри волос будут сохраняться. Буду осветлять только вот отросшие корни, и вот чуть-чуть у вас есть такая вот более такая желтая полоса, и ее тоже почищу. А здесь по полотну у вас прям очень хорошая база. Я здесь просто придам тон. Да, без аммиачной краской, да? Да, все без аммиачной, даже вот я осветлю, а потом я все буду окрашивать без аммиачной красителем. А тоже это матрикс? Смотрите, да, есть, можно матрикс выбрать, либо вариант профессиональный можно выбрать. Там результат один и тот же будет, только разный краситель. А что лучше? Мамочка! Я? Я не мамочка. Точнее, я мамочка, но не твоя. Идем, вон мама там. Я вам сейчас примерно посчитаю стоимость окрашивания. Я вам сделаю осветление, потом сделаю уход, потом тонирование и еще раз уход. А какой уход это? А после обесцвечивания я сделаю липидную реконструкцию волос. Это специальный уход от L'Oréal Professionnel, который заполнит все пористые пустые участки волос. Это по типу Olaplex, только от L'Oréal, да? Нет, 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 это не Olaplex. Olaplex у нас уже встроен в порошок. То есть уже в порошке есть защита. А это, вот смотрите, баллон по своей структуре, он пустой, поэтому он белый. Надо его заполнять. Поэтому я сделаю заполнение волос, восстановление, потом тонирование. А после тонирования вот этот уход я вам уже сделаю в подарок, который после окрашивания. Ну, это вот те процедуры, те услуги, те шаги, которые я делаю, когда я окрашиваю бломб. А вот это, это у меня обломанные волосы, да? Или же это у меня отросшие мои лишние волосы? Это может быть и то, и другое. Потому что, смотрите, по краевой линии роста волос у нас выделяются вот эти короткие волосы. Это могут быть и ваши только новые растущие волосы. И по краевой линии волосы, они более тонкие. И они могли обломаться. Да, могут, да. То есть, и не исключаю тот вариант, что и могут обломаться. Вот, смотрите, вот здесь, вот видите, чуть-чуть. Да, это что у меня? Вот это уже и опять так же, это новый рост волос, может быть. А может и обломали. И может быть и обломали, скажи, да. А вообще по качеству блонда вот полотно у меня как, нормально? Полотно очень хорошее. Вот именно полотно? Да, да, да. Очень хорошее. То есть, вы недавно ставили блонд лониды? Ну, с февраля месяца я. А так у вас натуральный цвет волос был? Да, полностью все натуральное было. И я потом, да, в блонд вышла. То есть, ваш первый мастер, который у вас покрасил блонд, вообще идеально сделает все. Да, это был хороший мастер. Сейчас, посмотрите, даже вот я вам сейчас покажу. А вы уже красили, да, азиатские волосы? Да, у меня есть несколько клиенток, которые вот тоже такой же тип волос. Посмотрите, я вам сейчас покажу очень хорошее. Вы сколько раз после первого блонда, сколько раз обесвечивали? Один раз? Нет, я каждый месяц обесвечиваюсь. Каждые четыре недели я хожу. Каждые четыре недели. Вот смотрите, вот самое последнее осветление, оно у вас немножко темное. Видите, вот эти волосы. Может, это не то, что осветление темное, просто она делала мне тонировку, в общем, делала глубину цвета, то есть она сделала немножко темнее у корней. Может, это это или это именно эффект осветления? Нет, она сделала, почему темнее у корней, потому что база не осветлилась до конца, чтобы перекрыть. Если бы просто светлым оттенком покрыть, у вас были бы теплые корни. Чтобы теплых корней не было видно, затемняет более темный цвет, чтобы заглушить. Смотрю только на то, что вот было у вас здесь, то есть корни недосветленные, то есть не плющие. Я сейчас буду осветлять прикорневую зону, и вот эту часть тоже научу. Ага, а вот здесь вот то, что были корни, они все нормально были осветлили. Они отлично, да, вот прям вот тут, вот прям вот это однородное прям полотно. Я просто к разным мастерам была вынуждена ходить. Так, ну все, тогда по стоимости и то, и это. Осветление, ухода и тонирование миллион четыреста двадцать. Да, я просто к тому, что я буду продолжать ходить в блонде, чтобы у меня дальше как бы все нормально было, если даже я уеду и к другому мастеру попаду. Да, да, да. А вы не будете против, если я немножко поснимаю процесс? Да, конечно. Вы не против? Просто обычно многие, ооо, вы снимаете, это как? Так, мы сейчас начинаем, значит, раз осветление, да? Да, мы же будем осветлять волосы. Угу. Вообще, вы сами все слышали. Мастер сказал, что у меня достаточно хорошая база, то есть вот здесь у меня однородный цвет. Это хорошо меня в первый раз осветлили, говорит, очень хороший мастер был. Ну, действительно, первый мастер просто вообще мастер от бога. И далее уже вот здесь, оказывается, последний раз меня очень плохо осветлили. То есть вот здесь вот, чтобы вы понимали, вот это мои корни. Дальше мне плохо осветлили вот эту часть именно от последнего окрашивания. Теперь нужно будет вот эту часть здесь чистить. То есть вот это мы осветляем, здесь дочищаем, и потом уже полностью, как бы, нужно тонировать. Вот эти вот, он говорит, что эти волосики, они могут быть как мои обломыши, так и то, что новое растет. Но я думаю, что это все-таки обломалось. В общем, мне нанесли осветлитель на корни вот сюда. И еще принесли мне лимонадик. Сейчас я вам покажу. Такой симпатичный. Я вот думаю, мне когда из блонда захочется уже выйти, перекрасить в какой-нибудь там коричневый цвет, чтобы не жалко было, а уже потом в темный переходить. Я потому что до этого уже была блондинка, и когда мне надоело, я просто сразу в черный перекрасила. Так, все у меня уже нанесли на корни, все полностью сейчас накрою в пленку, и уже будем высекать время. Я зацепил где-то минут 30. Через 30 минут я уже чуть-чуть буду стягивать на последние 15 секунд. Ага. Загляденье. Если так взять, у меня, в принципе, волосы неплохо осветляются, да, для азиатского типа? Да, да, для азиатского типа вообще шикарно. Слушайте, у меня такая прическа вообще, мне кажется, что у меня такая прическа вообще, в принципе, идет. Собранные волосы, пусть. Так, смотрите, мне кофеок принесли, с сахарком, и еще печеньки сюда положили. Нормально, да, осветлились? Да, ну, вот можете, я стянула, видите, посмотрите. Ага, прям светленькие. Так, мне нанесли какую-то ухаживающую маску, посмотрите, как у меня достаточно неплохо осветлились корни, вот, прям светленькие такие. И учитывая, что я сейчас загорелая, посмотрите, какая разница, просто у меня лицо очень черное по сравнению с моими волосами. Так, сейчас эту маску нужно будет смыть, и уже потом будет тонировка всей длины. Кстати, можно сразу на влажную наносить, да? Да, без аммиачную краску. Вот особенно, когда с блондом работаете, необходимо тонировать на влажный волос, но главное, чтобы вода не стекала с волос. А аммиачную нужно на сухие, да? Ну, горячий блонд не рекомендуется тонировать аммиачным красителем. Аммиачным красителем закрашивают седину, можно осветлить натуральные волосы. У меня каждый раз, знаете, возникает вопрос, не отрастить ли мне корни и не сделать air-touch. Но потом я все равно вспоминаю, что мне нравится, когда у меня корни светлые, то есть мне нравится ходить в Total Blondie. И я опять иду краситься. Потому что меня очень часто спрашивают, зачем ты, типа, каждый месяц осветляешь корни, когда ты покрасилась в блонд, и ты можешь просто ходить полгода. Вообще, ну, понимаете, если полгода я буду ходить, как бы, просто в блонде, вот это досюда вот так отрастет, это некрасиво. Одно дело, если это специально, как бы, было сделано, другое дело, если это просто вот так сросло полотном и ровный такой вот, как бы, срез. Мне такой эффект не очень нравится. Смотрите, какая интересная подача воды. Здесь, получается, лайм и цветной лед. Поэтому он в темном стакане, чтобы вода не окрасилась. То есть, это такой вот красивый, короче, лед с пищевым красителем. Первый раз такое вижу, на самом деле. И столько раз в стаканах. В общем, вот, вот такое вот у меня получилось окрашивание. В этот раз такой вот прям серый-серый цвет. Сейчас еще приеду домой, посмотрю на оттенок. Кстати, у меня так волосы уже отросли. Вы знаете, какая жара, просто невероятно. У меня лицо блестит, как этот блин просто. У меня еще подсвеченный кушон на лице корейский. В общем, вот такие вот волосы на солнечном свете. Пишите свое мнение внизу в комментариях, как вам вообще окрашивание в этот раз. Так, я приехала домой, сейчас включила камеру. И как-то поймала себя на мысли, что мои волосы теперь сливаются с обоями в этой комнате. Я не знаю, как так получилось, но мои волосы достаточно серые. Мне кажется, до такой степени серыми они еще не были. Вот именно в этот раз, когда я стала блондинкой. До этого, кстати, когда я несколько лет назад была блондинкой, у меня уже был серый цвет. И мне, кстати говоря, серый цвет и нравится, и в принципе он мне идет. Вот здесь вот я заметила, что есть такое вот серо-синее пятно. Да, я думаю, что вы тоже это заметите. Где очень интенсивно взялся вот этот вот цвет. Просто потому что здесь переосветленные как бы участки у меня есть. Ну, это в принципе следовало ожидать, потому что в предыдущем окрашивании, в предыдущем осветлении мне вот эту зону именно вот как бы переосветляли, если вы помните. В общем, что касается самого окрашивания. Мне сделали, значит, безаммиачной краской. Я в салон приехала в час. Где-то в половине второго мы начали окрашивание. И вот к шести закончили. То есть это получается где-то четыре с половиной часа. Плюс еще какой-то мне уход сделали для волос, чтобы восстановить структуру и так далее. В общем, пишите внизу в комментариях, как вам вообще результат. Как вам нравится оттенок или нет. И в целом, как вам этот мой поход в салон. В целом, салон мне понравился. Очень хороший персонал. Мне несколько раз предлагали напитки различные и так далее. То есть в этом плане все good, все отлично. Что касается самого стилиста. Стилист сразу понял мои запросы и так далее. Учел, что у меня азиатский тип волос. Я когда записывалась, я вообще в принципе, как вы знаете, когда записываюсь, я всегда говорю стилистам, что у меня азиатский тип волос, что мне нужен total blonde и так далее. То есть максимально стараюсь описать свой тип волос, для того, чтобы для мастера это не было сюрпризом. Что вот пришел клиент, а оказывается у него азиатский волос такой сложный, который невозможно осветлить и так далее. По стоимости, значит, сегодняшний поход в салон я обошелся в 1 миллион 420 тысяч. А когда слышу такие числа, у меня просто они в голове не укладываются. Я думаю, как? Прям вообще, конечно, числа огромнейшие. А по факту, если перевести деньги на рубли, это всего 10 тысяч рублей. Я когда села в кресло и начала снимать себя, стилист спросил, а вы какой-то блог ведете? Я вообще изначально подумала, что меня узнали, потому что здесь город маленький, вообще в какой бы салон она ни пошла. В принципе, они потом сразу меня узнают. И здесь я думала то же самое. Но он просто сделал вывод, что я снимаю видео, рассказываю все в подробностях, и что я это делаю не для себя, а для кого-то, то бишь для вас, для своих подписчиков. Но зато потом мы разговаривались и так далее. Стилист спросил мой инстаграм. Ну, в общем, что я вам хочу сказать по поводу окрашивания. Мне понравился сегодняшний поход в салон. Мне кажется, что вот здесь вот прям все интенсивненько, да, вот так вот, прям серенько. А здесь вот на кончиках немножечко все-таки проступает именно предыдущий такой оттенок. Не знаю, как это объяснить, но, в общем, вы поняли, да? И все. Пишите, в общем, внизу в комментариях, как вам. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Ссылка снизу в описании под этим видео. И увидимся с вами уже в новом видео. Всем удачи, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok